МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Время новостей на телеканале Гродно+. В студии Наталья Дюрт. Здравствуйте. И сегодня мы расскажем упрощение процедур для людей с января в силу вступает новое законодательство о нотариате. Что изменится? 38 лет работает по найму, женат. Накануне Всемирного дня мужчин. Узнали, как выглядит среднестатистический гродненец. Сделать запасы на зиму по сниженным ценам, где в ближайшие дни пройдет осенняя ярмарка. Виртуоз еврейской поэзии. В Гродно отметили 130-летие со дня рождения Лейбанайдуса. На попечении у всех сотрудников в Гродненском зоопарке родился львенок. Тепло-октябрь и ласково-ноябрь. Какой будет погода в выходные и на следующей неделе. Минздрав озвучил новую статистику. Согласно данным, на 6 ноября в Беларуси за все время выявлено 104 286 человек с коронавирусной инфекцией. Прирост за последние сутки составил 991 новый случай. Выздоровели выписаны 89 555 человек. За весь период распространения COVID-19 умер 1001 белорус. Эпидемиологи настоятельно рекомендуют строго выполнять все меры, которые позволяют минимизировать риск заражения. Это социальное дистанцирование, использование антисептиков и ношение масок в общественных местах. Доверенности, завещания, договор купли-продажи, разрешение на выезд. К услугам нотариусов прибегал каждый хотя бы раз. Иногда некоторые процедуры бывают слишком сложными и громоздкими. Но с 3 января 2021 года вступает в силу новый закон о нотариате, который, по словам самих нотариусов, облегчит прохождение многих процедур гражданами. Эти изменения основаны во многом на опыте специалистов. Так, среди ключевых изменений в новом законодательстве у граждан появится возможность на сайте Белорусской нотариальной палаты узнать, удостоверялась ли та или иная доверенность. Сегодня можно узнать только о том, отозвана ли доверенность. Эта опция будет полезна, например, при заключении договора в купле-продаже. При этом граждане могут быть спокойны. Ни содержания, ни подробности доверенностей отображаться при этом на сайте не будут. Если на данный момент узнать сведения об открытом наследовании можно только, если наследополучателю известны фамилии, имя, отчество и дата смерти, наследодателя, то с вступлением в силу нового законодательства для получения этих сведений достаточно будет ввести только имя и фамилию наследодателя. Еще одним удобным для граждан изменением станет отмена территориального принципа при оформлении договоров отчуждения недвижимого имущества. Для удобства граждан в новой редакции закона отменен принцип территориальности при оформлении договоров отчуждения недвижимого имущества и при выдаче свидетельства о праве собственности супругам или бывшим супругам. То есть на сегодняшний день для того, чтобы удостоверить договор купли-продажи недвижимого имущества или дарения, необходимо обратиться в нотариальную контору, по нотариальную контору того нотариального округа, на территории которого расположено это недвижимое имущество. И теперь у них появится возможность обратиться к нотариусу в том населенном пункте, где они проживают на сегодняшний день и удостоверить такой договор. О прочих изменениях в законе о нотариате более подробно мы поговорили с нотариусом Гродненского нотариального округа Юлией Биркас в программе «Актуальное интервью». Следите за эфиром на телеканале «Гродно+. В преддверии выходных милиция Гродненщины обратилась к жителям Гродно и Гродненской области. Впереди выходные дни и очень хотелось бы обратиться к нашим гражданам, к жителям города Гродно, о том, чтобы не нарушали порядок, не слушали призывы и различные фейки, провокационные моменты в телеграм-каналах. Мы знаем, что это за телеграм-каналы, откуда информация выходит в них. Очень хотелось бы, чтобы на наших улицах, на наших дорогах был правопорядок. И мы, в свою очередь, заверяем вас всех, что милиция Гродненщины сделает все возможное и невозможное, дабы этот правопорядок, законность и спокойствие на наших улицах и дорогах было. В первую субботу ноября во всем мире отмечается День мужчин. Это довольно молодой праздник, и в этом году брутальной дате исполняется только 20 лет. Это не только повод поздравить сильную половину человечества, но и рассказать о том, как выглядит среднестатистический мужчина Гродненского региона. Возраст 38 лет, белорус, который проживает в городской местности, имеет средне-специальное образование, работает по найму рабочим, женат. Такой усредненный портрет гродненского мужчины основан на данных переписи, которая прошла в прошлом году. Согласно статистике, на момент сбора данных в области проживало чуть более 475 тысяч представителей сильного пола. Что интересно, на тысячу мужчин приходилось 1158 женщин. Однако у специалистов есть основания полагать, что уже в ближайшие годы этот гендерный дисбаланс выровняется. Ведь мальчиков в последнее время рождается больше, чем девочек. Согласно статистике 2019 года, в Гродненской области на свет появилось 5100 мальчиков и 4800 девочек. В регионе большинство мужчин белорусы. Это более 68%, 21% в графе национальность написали поляк, 6% русский и 1% украинец. Дипломы о высшем образовании имеют чуть более 18% опрошенных гродненцев. Почти 50% респондентов предпочли обучение в среднеспециальных и профессионально-технических учреждениях образования. Семьи гродненские мужчины преимущественно создают ближе к 28 годам. На второй брак решаются после 40. В минувшем году полторы сотни представителей сильного пола пришли в ЗАГС, уже пребывая в элегантном возрасте после 60. А вот 22% гродненских мужчин, согласно данным переписи 2019 года, пребывают в статусе холостяка. Что касается топ-предпочтений в работе, то в приоритете у гродненцев работа в сфере строительства, транспорта, промышленности, информации, сельского и лесного хозяйства. 6 ноября гродненцы отметили 130-летие со дня рождения уроженца Гродна, поэта Лейбы Найдуса. Судьба подарила ему очень короткую жизнь. Лейбы Найдуса не стала на 28-м году жизни. В День памяти поэта, воспитанники детской художественной школы искусств, совместно с Культурным центром фестивальной, подготовили выставку, посвященную творческой деятельности Лейба Найдуса. Очень скоро детские картины станут иллюстрациями к сборнику поэзии именитого автора. А все подробности в следующем материале. В памяти нашего города сохранилось множество имен известных дипломатов, ученых, поэтов. Но, к сожалению, в ряду культовых личностей забывается гродненский еврейский поэт, переводчик и библиографист Лейба Найдус. А между тем он является мировым творцом слова. Однажды Лейба Найдус сказал «Я тот поэт, который заставит стихи на идише звучать как мелодия». Идиш, как говорят исследователи, не отличается мелодичностью, поэтому писать на нем стихи довольно сложно. Но Лейба Найдусу это удалось. При жизни он написал пять литературных сборников, которые были изданы после его смерти. По этой маленькой улочке часто проходят несмотря по сторонам. А она, в свою очередь, носит имя Лейба Найдуса, которое получила в 1931 году. К сожалению, первозданного облика улица не сохранила. Но, предположительно, именно в доме номер один и проживал гродненский поэт. Сама улица имеет богатую историю. С 16 века известны ее пять названий. После 1931 года улицу переименовали только один раз – в годы немецкой оккупации. Однако после освобождения Гродна она вернула прежнее название – улица Найдуса. К 130-летию поэта Гродненский музей истории евреев Гродна выпустит книгу. А проиллюстрировать стихотворение Найдуса взялись юные художники Гродненской школы искусств. Картины представили на выставке в культурном центре фестивальной. Дети, зная непростую судьбу Гродненца, Лейба Найдуса, который ушел от нас очень рано, в возрасте 28 лет, и прочитав еврейского поэта-романтика, которого сравнивают с Лермонтом, решили все-таки проиллюстрировать его книгу. Дети – это совершенно особенный пласт, когда они больше реагируют нерационально, а именно чувствами. И поэтому здесь уже категории не лирической действительности, а категории, наверное, каких-то таких художественных образов. Все картины выполнены в графическом стиле. Графика – это один из самых сложных стилей. Говорят, если художник желает работать в эффектах, тогда он ищет цвет. А если на первое место ставить смыслы, то всегда выбирает графику. Каждая работа, а их 62 – это отдельное стихотворение поэта. Перед началом работы дети сами для себя выбирали произведения, и на листе бумаги создавали образы, которые появлялись в их воображении при знакомстве с творчеством Лейба Найдуса. На самой выставке в связи с эпидемиологической обстановкой юных авторов картин не было. Представить их работы пришли преподаватели школы искусств. Выставку картин в культурном центре фестивальной можно посетить до 30 ноября включительно. Книга произведений поэта Лейба Найдуса выйдет в Гродно в течение месяца. В нее войдут произведения на трех языках. Главные секреты авторы пока не раскрывают. Читатели все увидят своими глазами, когда откроют книгу. Книга уникальна тем, что, ну, прежде всего, в ней участвуют, ну, не только жизнеописания, но и переводы, поскольку, в общем-то, Найдус – это достаточно сложный поэт, который писал на идише. И идише сейчас мало кто знает. Вот, соответственно, это переводы с идиша на русский язык, на польский язык, на белорусский язык. Стихи поэта – библиографическая редкость, потому что все его творческое наследие практически не сохранилось. К сожалению, по этой причине имя Лейба Найдуса часто отходит на второй план или вовсе забывается. В нашем городе его именем названо первое общественное объединение еврейской культуры, которое создали в 1989 году. Это, я думаю, что ответственность двух сторон. И еврейских общин Беларуси, и, безусловно, государства. И только вот совместными усилиями сегодня можно достичь того, чтобы это имя появилось, его начали узнавать, о нем начали знать. Наша община вот с этого года начала проект по установлению мемориальной шильды Лейбу Найдуса. К сожалению, в сегодняшний момент он немножечко затянулся, процесс. Мы планировали как раз-таки к его дню рождения. Но надеемся, что в этом месяце или хотя бы до конца года мы установим эту шильду. Мемориальную доску, к слову, планируют установить именно на улице Найдуса. Виртуоз еврейской поэзии, второй Лермонтов, Гродненский ангел. Так называют сегодня Лейба Найдуса. Его творчество не устаревает даже спустя век. А сам еврейский поэт-романтик продолжает жить в памяти гродненцев. Наталья Мельникова, Андрей Шаповалов. Новости Гродно+. К появлению потомства у обитателей Гродненского зоопарка всегда пристальное внимание. Во-первых, сложно не умиляться маленьким зверятам. А во-вторых, каждый новорожденный – это событие и иногда надежда популяции. В этот раз рождение львенка стало сюрпризом даже для самих работников зоопарка. Сотрудник обнаружил во время обхода, что львица в вольере не одна. К слову, Персею львицу молодой мамой назвать сложно. Ей уже 11 лет, солидный возраст. К тому же в материнство она окунулась впервые. Несмотря на то, что с гродненским львом Джонни взаимная симпатия у нее длится уже не первый год, долгожданное прибавление случилось только сейчас. Поначалу все шло хорошо, рассказывают в зоопарке. У львицы проявился материнский инстинкт, и она исправно заботилась о детеныши. Однако 10 дней спустя появился повод для беспокойства. Малыш был вялым, сонным, не рос, да и мама стала сторониться львенка. Установили камеру на ночь, чтобы выяснить причины. Ну и поняли, что животное не кормит. Уже сразу же в срочном порядке мы детеныша забрали. Первые сутки у нас взяла наша Вероника Владимировна, фельдшер. Это на себя, эту обузу. Получилось очень все сложно, потому что львенок был голодный. Он постоянно кричал, он постоянно хотел есть. Получается, тоже сразу же, если там сутки не кушал и дать много, это опасно. Естественно, то, что смена идет. Материнское молоко заменяли смесью по рекомендации других зоопарков. Тоже как эта смесь пойдет. В общем, столько, знаете, переживаний. То есть, тут была эмоциональная нагрузка, конечно, и ответственность, и переживание за львенка очень сильное. Несколько недель львенок провел дома у ветеринарного врача зоопарка, поскольку уход за ним требовался такой же, как и за новорожденным ребенком. Хлопот было немало, рассказывают работники, но в итоге все обошлось благополучно. Кормили Джину, а именно такую кличку придумали маленькая львица в зоопарке, по требованию. Она, как приличный новорожденный, вела себя воспитана. Ночами спала и излишне не шумела. Когда стало понятно, что угроза миновала, а львенок стал есть мясо, Джину решили возвращать в зоопарк и постепенно социализировать. Но дело это не быстро, предупреждают в зоопарке. Так что официально новую обитательницу зоопарка горожанам представят, когда она сама будет к этому готова. А пока львенок находится на общем попечении у всех сотрудников зоопарка. И хотя хлопот с ним немало, за его успехами все следят с большой радостью и удовольствием. Конечно, на данный момент она очень плохо переносит. Если более двух человек рядом находятся, она сразу же начинает осторожничать, даже так немножко паниковать. Поэтому мы более двух никогда к ней не заходим. У нас идет график кормления, график выгуливания, то есть у нас там массажики, у нас мациончик, то есть мы там мышцы качаем, у нас такая физкультура идет. Все у нас и по графику, и единственное, что сейчас еще, скажем, такое неудобство, нам приходится по очереди, работники ходят на вечернее кормление, то есть мы ее вот с 9 до 10 кормим, выгуливаем, массажируем. Погода продолжает радовать. Нельзя сказать, что ноябрь в своем начале демонстрирует аномальное тепло, однако дожди идут не слишком часто, а морозы еще не начались. И в целом за окном вполне комфортно. Не менее ласковым получился и прошедший октябрь, констатируют синоптики. Он вошел в топ-3 самых теплых октябрей за всю историю метеонаблюдений. Среднемесячная температура воздуха за октябрь оказалась 10 градусов, что выше климатической нормы на 3 градуса, и теплее октября предыдущего года на 1 градус. Такой теплый октябрь с 1945 года наблюдений отмечался лишь дважды, в 1967 году и в прошлом. В целом по области за месяц сумма осадков составила 42 миллиметра. Такой и более сухой октябрь бывает примерно один раз в два года. Еще на этих выходных будет тепло, облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью составит плюс 3,8, а днем до 11 градусов тепла. Впрочем, синоптики предупреждают, со следующей недели одеваться придется потеплее. 9 ноября в понедельник начнут поступать более прохладные воздушные массы, и температура воздуха в ночные часы будет 0,5 градусов тепла, а днем всего 5-10. Сезон осенних ярмарок продолжается. С 7 и 8 ноября приобрести сельскохозяйственную продукцию, начиная от фруктов и овощей, и заканчивая саженцами и удобрениями, можно будет по сниженным ценам и прямо у производителей. Выездная ярмарка пройдет на территории дальней автостоянки, прилегающей к магазину Евроопт по улице Лиможа. И на этом наш выпуск завершен. Еще больше новостей, как всегда, вы найдете на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. Приятного отдыха на Гродно+. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова